И так чуваки, всем привет, с вами Тимоха Домино и сегодня у нас прикольное видео будет, забавное, надеюсь оно получится, ну как бы и крутое тоже. Короче, ребят, как вы знаете, самая высокая точка в GTA Криминальной России это Останкинская башня, вот мы практически на самом высшем ярусе, здесь даже облака сквозь нас летают, это кстати не очень прикольно, потому что у меня FPS приседает, но в принципе, в принципе, ребят, здесь мы не просто так, здесь мы не просто так. Так, помните, для тех, кто смотрел сейчас подводная лодка в GTA Криминальной России, я на рейнже под водой ездил, я сказал, что обязательно я его запущу в воздух, короче, ребят, благодарю Джеймса Брукса за то, что он помог воплотить очень классную идею в жизнь, сейчас я вам покажу, что здесь со мной находится. Это мой рейндж-ровер, я его засунул в модпак, теперь у меня спорт, а не эвак, потому что эвак, ну просто его терпеть не могу, а вот спорт, вот он мой красавец. Короче, ребят, вот сейчас я на нем буду кататься, да, теперь черный, ну блин, скорее всего верну как-то серо-зеленый цвет, но не суть важна, сейчас не об этом, сейчас не о тюнинге, вот, короче, я хочу здесь попробовать подрифтить, подрифтить на самой высокой точке в GTA Криминальной России, такого еще не делал никто на Амазинге, я просто уверен, я уверен на 100%, поэтому, ребят, вот так вот, я не использовал читы, мне это дал Джеймс Брукс, если я еще здесь не отмотал, ладно, отмотал, и если что, Джеймс Брукс докажет, то что он мне вот это помог сделать. Так, пока облак, облак слишком нету, давайте попробуем здесь подрифтить, и сейчас все дрифтеры всплакнули, потому что они такого не могли делать, а вот Тимоха умный, Тимоха додумался. Я, короче, давайте сразу здесь проедем, но давайте не слева направо, а справа налево, то есть против часовой стрелки, я уберу вот это вот и попробую вот здесь сразу поездить, посмотреть, идеальный ли круг. Вот, да, идеальный круг практически, но вот здесь выступает, но это нормально, так, давайте попробуем, ой, блин, лишь бы нам не свалиться здесь сразу. Блин, ааа, блин, это не так уж и легко, я вам могу сказать, блин, так, так, блин, почему-то он на этой поверхности не дрифтит, оооо, е-е-е, ой, 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 блин, короче, ребят, это не так-то легко, я вам серьезно скажу. Блин, ну прикольно, мне очень нравится, мне вот очень прям, вот вообще, сейчас все дрифтеры просто, просто сплакнули, просто я вам сказал, что сделали, но ладно, учитесь, пока я живой. Оп-оп-оп, есть, долбочком, вы, конечно, не надо ныть, ой, зимога, с тебя дрифтер никакой, ну, блин, ну, покажите мне, где еще кто-то вот так вот дрифтовал, как я, просто вот, вот так вот. Почему-то я, ооо, ооо, все, пошла жара, пошла жара, почему-то я верен, что никто до меня такого не делал, так, ой, 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 о нужен скриншотик такой. Так. Всё, вот просто. Так, давайте фару включим. А, не видно, я их уже разбил. Так, давайте попробуем ещё тут потрифтить. Блин, сложновато, я не пойму, почему машина просто не идёт. Но, возможно, из-за того, что скорость маленькая. О-о-о! О-о-о, отлично, отлично, вообще классно. Просто тема. Вот это называется круто. Вот это я понимаю. Так. Блин, ну, тут опять же, не так уж это легко делать. Ой-ё-ёй. Блин, ну это классно, конечно, просто классно. Особенно вот здесь вот так вот стоишь и понимаешь, что под тобой около 100 метров высоты, если не больше. 100 метров. Я, короче, хочу посмотреть, сколько в свободном падении за это время наберёт рейндж-ровер. Блин, вот... О-о-о, ну, блин, ну просто мало места. Вот-вот-вот-вот. Вообще. Ой-ё-ёй. Лишь бы мы раньше времени скорость полёта не испытали. Вот-вот. Во-о-о-о, неплохо. Неплохо. Понятно, если бы я взял что-то другое, например, то тоже мог бы боком повалить сливу, например. Но прикол в том, что я обещал это на рейндже сделать. Блин, а ну... Вообще реально? Если мы в лифт, например, засунем тачку и посетим. Так. И сейчас попробуем в сторону часовой стрелки. Ну, блин, это, конечно, значение никакого не решает. О! Да, блин... Ох. О, вот с нитрой... Блин. Ну, что-то всё равно сложновато. А вот эти вот ещё стойки... О-о-о-о. Вообще отлично. Немножечко, но пару секунд, но бочком идёт. И это факт. Я валю боком на самой высокой точке ВТА Криминальной России. Можно, конечно, ещё выше забраться. Но там, блин, будет вообще сложно дрифтовать. Так, у нас уже осталось очень мало хп-шек. Очень мало. И вот, я уже не знаю, что делать. Попробовать ещё раз? Или уже спрыгивать? Я не знаю. Так. Блин, ну... Конечно, если что, если вам понравится, попробуем ещё подрифтовать. Это кайф. На чёрном рейндж-ровере... О-о-о-о. Вольнул боком. На спорте ещё. Блин, ностальге такая. Был у меня тогда спорт, я помню. Ну, худ был спортом. Теперь худ чёрный хам. Да уж, класс. Так, попробуем ещё раз. О-о-о-о. Вот, отлично. Блин, всё равно... Всё равно чиркаю, к сожалению. Тут ты выбираешь. Или ты чиркнешься, или дрифт закончится сам по себе. Но тут... Оп. Вот вы видели. Ну, короче, понятно тут всё. Так, а теперь... 675 хп. Давайте ещё раз попробуем вольнуть. Так неплохо. О-о-о. О-о-о-о-о. О-о-о-о. Во-во-во. Отлично. Так, теперь попробуем... ...в свободном падении рейндж-ровер. Поехали. Сколько максималку он наберёт? 146. 88. 147. Блин, немного. Кстати, ещё нормально приземлились. Вот прям вот так вот. Тут вообще... 147 километров он набрал. Я по дороге больше набирал, но ничего страшного. Итак, ребят, всё, я починил тачку. Теперь я валю уже боком вокруг этой самой башни. Здесь, конечно, получается получше. Но, блин, рейндж-ровер это не дрифт-кар. Вы должны понимать. Не потому, что я не умею дрифтовать. Потому, что рейндж-ровер это не дрифт-кар. Это внедорожник, ребят. Ну, надеюсь, вы поймёте. Вот. Не скажу, что я там супер наверху дрифтовал. Там и т.д. и т.п. Но, блин, ребят, я старался. Я реально старался. Хотел вам показать нечто необычное. Хотел опять, чтобы рейндж-ровер сделал то, что не делал... Не делали люди никакие с другими-другими тачками. Вот. Извиняюсь за повторение. Вот. Ну, в общем, вы поняли. Так, чувак. Сорян. Я тебе сейчас дам, блин. Козел. Хотел тачку ударить. Вот. Короче, ребят. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео. Оцените это видео лайком и подписочкой на канал. Также не забудьте кинуть это видео в свободную группу Амазинга. Буду вам за это очень благодарен. Красный свет. Буду вам за это очень благодарен. Пускай люди тоже увидят, что всё-таки можно сделать на Амазинге, если реально этого захотеть. Вот, ребят. Напишите обязательно свой комментарий. Об... Об... Блин. Читаю. И абсолютно всегда отвечаю на хорошие, угодные комментарии. Вот. Ребят, что следующее будет видео и про рейндж-ровер. Я не знаю. Ого, бочком пошёл. Вот. Я не знаю. Возможно, блин, было не очень, да, там прикольно. Типа, ой, просто по кругу поездил. Но, ребят. Посмотрите, на какой высоте находится то кольцо. Там я дрифтовал на рейндж-ровере. На своём рейндж-ровере. То есть, вы поняли, да, насколько всё брутально и насколько всё в моём стиле. Безбашенность. Рейндж-ровер. Тимоха. Красота. Просто этот рейндж-ровер, я говорил, он ездил по дну морскому или речному. Он летал в воздухе. Он дрифтовал. Теперь можно ещё к этому добавить. Он дрифтовал на самой высокой точке в ГТА Криминальной России. Я уверен, никто этого не делал на сервере Amazon HeroPlay. Вообще на всех серверах. Или хотя бы на первом. Вот так вот, ребят. Я не знаю, что ещё можно будет сделать. Хочу ещё на нём проехаться на поезде верхом. Но, ребят, это всё тоже дело времени. Если получится, конечно, мы попробуем проехаться. Хотя мы там с Кириллом Путбулем пытались на Ямахе проехаться. Но всё-таки, в конце концов, Ямаха просто сломалась. Поэтому рисковать на рейндж-ровере я боюсь. Но всё-таки, ребят, я это сделаю. Я это сделаю. Вот, ребят. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также ждите новых видеороликов. И не забудьте подписаться на мой инстаграм и на мой твиттер. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Также, ребят, для тех, кто не знает, у меня есть официальная группа ВКонтакте. Там есть музыка из моих видеороликов. Там есть заказы на рекламу. Там, ну, в общем, всё-всё-всё-всё-всё есть в описании под этим видео. Также не забудьте посмотреть мои предыдущие видеоролики. Сталкрызов при 5-но за нечуждение. И влог на крыше. В общем, ребят, всем огромной удачи. Всем до скорых встреч. Берегите себя. Пока-пока.